В эфире новости экономики. Я Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Главное событие недели это уже реальный запуск торговой войны между США и Китаем. По данным таможенной и пограничной службы США, Соединенные Штаты в ночь с пятницы на субботу ввели пошлины на 818 позиций китайских товаров размером в 25%. Их общая стоимость составила 34 миллиарда долларов. И спустя несколько дней будет расширено до 50 миллиардов долларов. В свою очередь власти Китая в пятницу автоматически ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на аналогичную сумму в 34 миллиарда долларов. Дальше будет интересней. Несмотря на весь негатив из Китая, российский фондовый рынок в текущем году показывает самую лучшую динамику среди всех рынков развивающихся стран. Если сводный биржевой индекс всех развивающихся стран с начала года упал уже почти на 7%, то вот российский валютный индекс РТС с начала года показывает почти нулевую динамику, а российский рублевый индекс московской биржи и вовсе показывает рост почти на 9%. С технической точки зрения картина по индексу выглядит не столь однозначно. Все первое полугодие рублевый индекс московской биржи провел в боковом диапазоне и сейчас он вновь подошел к сильному сопротивлению. Даже если мы и увидим выход вверх из этого затянувшегося боковика, то он явно будет не сильный и это будет хороший момент для фиксации прибыли. Если индекс начнет корректироваться на 2-3% от верхней границы вниз, то это тоже будет сигнал на выход из рисковых активов. Пока ряд инвесторов верят в позитив от встречи президентов США и России, но по факту наверное будет разочарование, как и в других странах. Об экономике на сегодня все. Удачных вам инвестиций!